В детских садах Муравленка здоровому питанию приучают с самых малых лет. И подходят к этому сотрудники дошкольных учреждений творчески. Так в мебоседах для ребят провели День русской кухни. Подробности у Валерии Чижик. Мальчишки и девчонки поют, танцуют, вспоминают пословицы и поговорки. Ребята не только знакомятся с традициями русского народа, но и приобщаются к культуре питания. Сегодняшнее мероприятие идет как подведение итогов реализации нашего проекта детского сада «Здоровое питание. Основа процветания». И этот проект у нас реализуется в течение учебного года. Главное правило, которого придерживается в детском саду – еда должна быть полезной, здоровой и качественной. Все блюда здесь готовятся в соответствии с перспективным меню и по технологической карте. Организация питания стоит именно у руководителя на контроле. У нас создана и брекеражная комиссия, куда входят медицинские работники и сотрудники детского сада. И у нас создана комиссия по организации питания со стороны родителей. В непоседах готовят вкусно. Об этом говорят не только специалисты и воспитанники, но и их родители. В садике кормят очень непоседах замечательно. Об этом мне всегда рассказывает дочка. Мы как родители тоже заинтересованы. Постоянно читаем меню. Меню у нас не повторяется. Каждый день что-то новое. Замечательно то, что продукты всегда свежие. Напомню, детский сад стал призером муниципального этапа конкурса по организации питания в рамках проекта «Здоровое питание». А также вошел в пятерку лучших в округе. И сотрудникам удается удерживать высокую планку. Я курирую детский сад «Непоседа», являюсь врачом-педиатром, осуществляющим медицинскую деятельность, медицинское сопровождение детей. Поэтому за качество организации питания в детском саду я могу быть уверена и могу сказать, что она действительно на хорошем уровне. Организация питания на особом контроле во всех детских садах Муравленко. Меню составляется с учетом всех рекомендаций и возрастных особенностей. В детских садах города Муравленко замечательное сбалансированное пятиразовое питание. Ребята между завтраком и обедом имеют возможность получать второй завтрак. Либо соки, либо фрукты. У нас круглогодично всегда зелень на столе. И к салатам подается зелень и первое блюдо. Несомненно, дети должны получать сбалансированное питание, расти и развиваться. И в детских садах нашего города это условие соблюдается в полную меру. Спасибо! Валерия Чижик, Анастасия Пономарева, Сергей Шалафан. Новости Муравленко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова